Привет, дружечки-пиролючки, это товарищ Сафронов, и сегодня я покажу вам канцелярию не из FixPrice, не из какого-то нового магазина, а весьма крутую канцелярию, которая сделал детский мир, и она концептуальная. Если вдруг заходите ещё, то буду ждать от вас активности в комментариях и лайках. Итак, начнём. Начнём с того, что это будет концептуальный выпуск про тигриков. Да, это тигрики. Вся эта сегодняшняя канцелярия будет связана с тигриками, ну, точнее, леопардами, наверное. Леопарды. Леопардовая ручка. Всё, правда, это похоже на китайскую канцелярию, которую я показывал раньше, но при этом это она и есть. И при этом она примерно столько и стоит. Но это детский мир, это доступность для всех, это не нужно на Алиэкспресс, и это прикольно, что всё связано одной концепцией. Есть разные персонажи, панды, единороги, ламы и вот, например, тигрики. В данном случае тигроручка с сквиши-тигром наверху. Вот такой вот сверху набалдашник, который, естественно, будет дико мешать писать. Писать мешать дико, но зато очень прикольно им сражаться. Не очень прикольно им сражаться. Зато очень прикольно использовать его отдельно. Классно, что они его не приклеили. Ну, то есть, можно, во-первых, неожиданно пульнуть в кого-то, как Джеймс Бонд какой-нибудь. Бам! И ты кинул головой тигрика в своего обидчика, который у тебя списывал, допустим, или который не даёт тебе списывать, что, наверное, закономерно. Ну вот. И это у нас сквишина. То есть, это вот прям голова тигрика, которую можно мять. Мялка, вот такая вот жмякалка. Мялка-жмялка, тигрика-кидалка. И ручка. Давайте посмотрим на неё. О, это обычная шариковая ручка. Я ожидал здесь увидеть тоненькую, знаете, как вот в китайских таких ручках. Но здесь обычная шариковая ручка. Давайте посмотрим, сколько здесь чернил. Чернило. О, суперкороткая штуковина. Но плюс этому даёт то, что там внутри. А что там внутри? Почему оно... Почему оно внутри, как будто... Вы слышите, что-то там внутри ещё есть. Я должен это узнать. Я должен это узнать. Я узнаю это? По всей видимости нет. Видимо, там что-то, что... Не знаю, что там. Там что-то. Просто что-то. Я не знаю, зачем оно, это что-то. Но внутри какая-то штуковина, короче. Ну, вы поняли. Так. С тигриком мы разобрались. И дальше нам нужно разобраться со всем другим. Потому что у нас много всего. Давайте не будем зацикливаться на тигрики. Короче, тигрик прикольный тем, что это ручка, которую можно разобрать. Снять, я имею в виду, эту и на другую какую-нибудь ручку. Хорошо. Это ещё и мелко. К ценам чуть позже мы обратимся, когда я чё возьму в руки. Он у меня есть. У меня есть. Далее. Тут есть... Вот такой вот леопард. Я буду называть тигриком, но поймите, что я думаю о леопарде. Вот такой я человек. Говорю тигрик, думаю о леопарде. Он в моём сердце. Ну, короче, здесь у нас леопард. Смотрите. Это... Думайте, что это такое-то. А это ластик. 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 Джангл. Тукан. Это тукан. Если что, ну ладно, хорошо. А, видимо, в сердце у детского мира тукан вместо леопарда. Давайте посмотрим. Оу. Ну, он реально такой, как на картинке. Это огромный, гигантский, просто невероятных размеров ластик. Вы просто сотрёте всё. Всё на земле вы сотрёте. Можете стереть как Танос, половину человечества этим тигриком. И вот так вот можно стереть плохие воспоминания. А я не буду убирать, потому что я потом хочу проверить, протестировать. Это просто гигантский ластик. Он ничем не пахнет. Ни ластик... Никакого ластичного запаха. Никакого... Ни ластичного запаха. Никакого запаха вообще. Так, откладываем ластик. Откладываем пока ручку. Переходим к следующему. О! Здесь не совсем леопардушка наш. Здесь разные чуваки. И это блок для записи. Джангл. Почему они называют это так странно? Почему у них всё как будто перепутано? Это ведь стикеры. Это же не блогер для записи. Это стикеры. Четыре разных стикера. Кусты особенно. Дай-ка мне свои кусты. Вот так вот. И куда-нибудь прилепляем. Как обычно, всё вот эти штучки плохо держатся в основном. Не нашёл ещё ни одни штучки, которые нормально держатся. Ну, это у нас вот много леопардов. Вот так. Давайте куда-нибудь сюда прилепим. Ну, вот такие вот стикеры, которые не нужно надолго куда-то оставлять. Да? Типа мы их куда-то... И откуда они могут упасть? Не страшно. Но их здесь много. На выбор. Ленивец. Панда. Жалко, с ленивцем мало мерча. Но в целом... Короче, для любителей леопардов в основном лам. Но я могу сделать ещё выпуск про лам. Про... И ещё про единорогу. Да ещё про много чего там много. Столько канцелярки. Если лайками поддержите видос, то сделаем ещё. То сделаем ещё из детского мира закупочку. Видите, это приурочно к тому, что начинается учебный год. И чтобы чуть-чуть повеселее людям было немножечко. Хотя бы у вас канцелярия будет... Ну, такая. Вы чувствуете в душе вы немножко леопард. Я понял, знаете, для кого... Для кого это? Кто потом вырастает и носит леопардовые лосины. Вот леопардовые лосины, леопардовые штаны. О, есть люди, которые обожают леопардов. Я знаю их. Люди, ставь лайк, если ты людь, которые обожаешь леопардов. Знаете, у них всё леопардовое. Рррр. Вот. Теперь смотрим на то, в чём мы сможем это всё записывать. Бам! Блокнот. Здесь ещё такой интересный, классный, мятный, нежный цвет. У всего этого вы заметили, да? У стикеров, у ручки. И дальше вы увидите, тут есть концепция даже упаковок. То есть можно сделать не просто себе как бы какую-то подборочку, а вот как бы подарок, да, тематический для тех, кто немножко... Ррр. Вот. Такой вот блокнот с блестящим, переливающимся золотистым леопардом в очках. И тут написано... It's a jungle. Out there. Ну, в общем, такая у нас надпись. Блокнотики. Блокнотик на вот этих вот скопы. Как я ненавидел. Как мне нравились они всегда, эти блокноты, когда я учился в школе. И как я ненавидел. На них в итоге потом писать, потому что очень удобно писать со стороны, где нету этой штуки. И потом вы, короче, когда вот пишете вот здесь, у вас вот эта вот вещь. Вам нужно это как-то подгибать, переворачивать. Ну, то есть это для рисования, для каких-то записей, которые у вас будут все время вот так вот. Но дико неудобно вот мне было. Не знаю. Короче, я никак не приспособился. Когда ты пишешь вот здесь, все отлично. Но когда ты переходишь сюда, вот эта вот штука тебе мешает. Простите, у меня травма детская. Эти кольца от блокнота напали на мою деревню, по всей видимости. Блокнот, как вы видите, в линеечку. И все. Больше ничего в нем интересного нет. Кроме того, что у него жесткие такие картонные вот эти вот вставочки. Так, а можно очечи как-то? О, очечи можно, да, убрать даже, да? Нет, убрать их нельзя. Но их можно поднять. Поднять и под ними обычный леопард. Ну, леопард круче, когда он в очках. Короче, блокнот просто концептуальный и красивый. Мы в нем будем записывать. Давайте в нем протестируем, кстати, ручку. Напишем что-нибудь, ну, такое. Давайте какую-нибудь романтическую надпись какую-нибудь такую. Ну, все у нас такое немножко романтическое. Напишем здесь что-нибудь романтическое. Вот, например, такая романтическая надпись. Вот, так вот пишет ручка, если что. Вот так, запомнили. Ну, обычная шариковая ручка. Романтические надписи. Ну, конечно, для романтической надписи нужно еще обязательно нарисовать вот такую неправильную попку. Вот, так. Следующее у нас что? Следующее у нас... Бам! Стикер. Что? И я опять ничего не понимаю. В этой классификации. А там на блокноте хоть было написано, что это блокнот. Вот, мне интересно. Хоть там было написано блокнот Леопарда. Да, Леопард. А это у нас стикеры Леопард. Джангл. Так, вот у нас такой стикер. Подожди. А, стикер в плане... Просто он к чему-то стикается. Ну, то есть это вот здесь наклейка. Мы ее убираем. Куда-то прилепливаем. Почему это в канцелярке было? Это тоже сквиш и леопард. Он очень классный для любителей леопардов. Опять же, леопардовая. Безумие леопардовая. Но это скорее подарок просто. Идет в комплект. Знаете, вы набираете всякого. Вот леопардовая такая тусня у вас получается, да? Это просто стикер, просто сквиш и просто стикер, просто сквиш и просто стикер. Ну, ладно, ладно. Хорошо. Дальше у нас что-то идет, вот чем наконец-то можно писать. Это пенсилс. Пенсилсы, как говорится. Stay wild, оставайся диким. Диким пенсилсом, диким карандашом. Набор карандашей. Графитовый. Джангл. Шесть штук. Обычные карандаши. Но они в дизайне, в том числе, конечно же, и в леопардовом. Как вы думали, без этого не могло просто обойтись. Карандаши все не заточены. Но они и не сломаны, с другой стороны, да? Но и не заточены. Оу. Тут есть, короче, цвета. Видите, какие тут вот. Один вот такой вот опять в этом мятном цвете. Розовый в блестках. Ну, это явно они запихнули просто откуда-то. Причем блестки сыпятся. Блестки, блестки. Это для любителей панд. А это для любителей гиен. Что? А нет, леопардов. А это полностью леопардовый карандаш. Его и заточим, чтобы проверить, как он пишет. Как же мы заточим его? У нас же нет заточки. Хе-хе-хе-хе. Заточка есть. Потому что она тоже леопард сегодня. Сегодня все леопард. Все. И это вот такая вот с ушками точилка. Тут вот все вот в таком вот виде. Вы видели опять стиль и дизайне упаковки. Это классика. Сафронов против упаковки. Упаковка пока побеждает Сафронова. Так. И дальше мы смотрим, что здесь вот такая вот нелепая. Просто гитаящина какая-то. Это у меня. Извините, извините, как обычно. Как обычно записываю ролик. И потом уведомление вот это вот. Ну немножечко. Как будто у кого-то надежда. Кто-то написал вам. Ваша любовь написала вот. Любовь Ивановна ваша написала. Вам на самом деле нет. Это у меня уведомление. Но, короче, это леопард блестящий. Здесь очень прикольно. Смотрите, он золотистый. Какой блестящий. Пушистые ушки. Правда, они прямо мерзковатые. Внутри как будто... Их неприятно трогать. Потому что внутри я чувствую какие-то штуковины. Из обрезков их взяли, склеили. Внутри вот эти швы от этих обрезков. Как будто там какое-то животное пытается вас немножечко оттуда. Подкушать немножечко. Вы трогаете. Он такой... Ушел отсюда. Ну, такой неприятный. Если бы они были пушистенький. Вот. Ну, может быть, вы увидите. Вот они. Вот они. Куски этой шерсти. Господи, боже мой. Леопардовской. Но с ушками точилка. Ну, она, конечно, просто сделана ужасно. Если честно. Ужасно точилка сделана. В плане того, что могли бы как-то в век современных точилок вы сделали какую-то точилку, которая вообще некрасивая. Вообще некрасивая. Сейчас мы сюда накрошим. Прямо вот сюда. И попробуем заточить, как говорится. Заточим. Так. Это не то, что на сафроночи я затачиваю всякие вкусняшки. А затачиваем карандашки. Здесь мы... Хорошо, что не путаю. Так. Все, естественно, у меня развалилось. Все. Куда-то высыпалось. Потому что нету коробочки, баночки. Казалось бы, здесь логично иметь какую-то заднюю часть, чтобы она закрывала. И туда все эти опилки, все карандашные. Стружку можно было бы сбрасывать. Но нет. Напишем здесь. Давайте напишем в этот раз что-нибудь умное. Ну, что-нибудь пошло романтическое писали. Сейчас напишем что-нибудь такое. Умное. Умное. Карандашом посмотрим. Вот. Не могу. Немножко романтики добавил. Все равно. Что ж такое. Это, видите, вот у нас немножечко умное. А чтобы умное, нужно еще нарисовать вот очки. Это очки. Так. Спокойно. Это очки. Вот очки. Вот у нас дужки здесь. Вот. Я все равно похожа на лифчик. Я не знаю почему. Давайте нарисуем носик. О, боже, господи. Мне придется теперь рисовать всего человека, чтобы вы не подумали, что это, боже мой, вот такой вот у нас чувак и его ушко. Вот. Поняли, да? Вот теперь это чувак, который, он умный, это интеллигент. Интеллигент в очках. Вот. Карандашом. Давайте интеллигенту сотрем улыбочку, например. Пластик так себе, если честно. Плохо улыбочку. И нарисуем злого интеллигента такого в эмиграции. Так. Нарисовали. Дальше. У нас еще не заканчивается выпуск сегодня, потому что есть еще и ручки. Вот они. Вау. И обычные ручки. Видите? Обычные ручки. Набор ручек шариковых. Две штуки. Леопард и панда. Да, здесь придется немножечко смириться с тем, что у вас будет и панда. Ну, как вот со стикерами. То есть, вы немножко... Там нету отдельно леопардов без панда. Обязательно. Они в компании. Вот такие ручки. И на них резиновые вот эти вот вставочки, которые тут вот так, видите, приделаны. Ручки тоже сделаны в таком мятном цвете. Зеленый и зеленый. Если говорить на человеческом языке. Вот. Зеленый и зеленый. И они вот обычные такие чики-чики. Для ASMR-видео бы подошли, да? Так. Ну, и давайте проверим, протестируем ручку. В этот раз напишем какое-нибудь... Ну, чисто признание. Признание для вас пишу. Коминг-аут, например, какой-нибудь, да? Вот. И такой хоба. И такой, как бы немножечко, да? Немножечко веселья добавили чуть-чуть. Вот такой вот. Такая вот ручка. Синяя, обычная шариковая ручка. Слушайте, ну куда же мы это все сложим? Это все у нас вот тут же много всего набралось. И, конечно же, звезда этого набора. Боже мой. Я ради этого, по-моему, все и затевал. Потому что пенал. И в виде леопарда. Меховой пенал. Боже. Прямо мне стало дурно. Немножечко в хорошем плане. Знаете, закружилась голова от волнения. Потому что вы видели, это лучший пенал в моей жизни. Он с хвостом, во-первых. Он весь пушистый. У него носик. У него вот здесь вот глазки, щечки. Посмотрите, какие ушки. Боже мой. Они вот такие клеенчатые. Глазки вышитые. Носик мягкий. Это лучшая вещь, которая вообще есть. Все. Если это не лучшая вещь, то я просто не согласен с вами. Потому что вот оно. Вот оно. Пенал для карандашей. Принадлежности джангл. С другой стороны. Посмотрите, он полностью леопардовый. Боже мой. Вы теперь с вашей тетей Людой сможете быть в одном стайл леопардовом, например. Который вот вы думаете, у него леопардовые колготки, леопардовая кофта, леопардовая шаль, леопардовая шапка, леопардовая, она верхом на леопарды. И вы такие, хоба, у меня есть тоже леопард. И все. Уважение, респект и, возможно, квартира, когда она состарится, будут ваши. Так, теперь открываем и посмотрим, как внутри. Боже мой. Внутри все сделано шелково. Я не я про... Нет, я серьезно. Я искренне удивлен. Я не открывал это до этого. Посмотрите, внутри что это? Сатин, шелк. Какой-то черный бархат как будто. Вы посмотрите. Я прямо все, что угодно ждет, что там просто, ну, как бы, изнанка обычная. Ничего там. А тут внутри, вы посмотрите, какой шик. Это шик. Это просто шик. И теперь все сюда вот это можно сложить. И ручку леопардовую сложим. И вот это. И точилочку. И карандашик. И все положим. И огромным ластиком. Мы не попробовали стереть. Что мы сотрем? Буковку. Давайте И попробуем. Вот этот ластик получше стирает. Но им неудобно, потому что, смотрите, вы берете за хвост леопарда, и он... Как так стирать? Ну, короче, это не очень удобно. Но это, скорее всего, больше какая-то сувенирная вещь. Ластик тоже сюда положим. Вот этот стикер. Ага, набор стикеров сюда. Попробуем, запихнется или нет. Потому что сложновато запихнуть. Такой обожравшийся будет сейчас леопард. Такой много антилопы по мне. Хотя в этом антилопе... В этом леопарде много других леопардов. Поэтому получается дременный леопард. Вот. Но если вы купите много лам, то как будто он съел этих лам. Вот, такой он получился. Но он даже не испортился. Короче, у нас такая голова леопарда. Но это абстрактный метафорический леопард, который выглядит как настоящий леопард. Боже, это лучшая вещь. Конечно, за него, конечно, лайк, подписка, комментарий. Вот, ну, естественно. Так, мы здесь все посмотрели. Давайте вспомним. Ведь так много времени прошло. Что же у нас было здесь сегодня? И напишите, пожалуйста, по вашему мнению, что же лучше. Это, запомните, в детском мире, между прочим. В детский мир. Я закупился. И сейчас я чек посмотрю. Я думал, может быть, будет плохое все. Но это очень похоже, да? Вот, согласитесь, все вот эти вот сквиши какие-то, вот такие блокнотики. Это очень похоже на вот это, как вам, безумие, которое китайское, да? Так, по поводу цен. Сейчас им найдем. Джангл, леопард, пенал. Пенал. Давайте, вот самое главное, это 259 рублей всего. За это, это люкс. Все остальное померкло. 259 рублей. Окей, хорошо. Карандаши стоили... Карандаши у нас стоили 69 рублей. Вот эти вот. Ну, тут много карандашей было. Они заточенные, ну, ладно. Точилка 89. Вот это, как по мне, неоправданно. Завышенная цена. Конечно, он люксовый, тоже выглядит гламурно. Но гламур, гламурненькая, да? Скажите, блестяшечка. Гламурная. Вот. Дальше у нас, что здесь есть? Так, стикеры вот эти вот, они стоили 100 рублей. Ну, это дороговато. Ну, тоже. Ну, средний. Короче, это как Алиэкспресс плюс доставка, получается. Так. Ластик стоил 69 рублей. Вот этот вот ластик. Ну, я не знаю, его странное предназначение. Так, набор для записи. А что из этого набора для записи? Вот это? 54. Нет. Может быть, ручка? Я не знаю, что это за такой набор для записи. Не знаю. Что-то стоило 54 рубля. Набор ручек стоил 89. Нет. Точно. Нет. А что это за набор для записи? Я вроде все показал вам. Все, что можно было. Ручка отдельно 130 рублей. Ну, тут сквиши и ручка, да. И блокнот стоил 170 рублей. Что такое набор для записи? Вот это набор для записи? Видимо, они посчитали этот набор для записи. Не знаю. Но вот такие вот цены. Ну, цены, как вот в тех магазинах, которые я показывал, или как Алиэкспресс плюс доставка, плюс-минус, ну, там 50-100, ну, 250 рублей вот за эту. Вы посмотрите, как это все сшито, молния. Ну, конечно, тут как бы не совсем, я так немножечко прям люкс-люкс, но, понятное дело, что это может все сломаться, но выглядит прям очень недурно. Посмотрите, никаких швов, ниток, никаких торчащих разваливающихся штук, шерсть не вылезает. Это прям вот это очень хорошо. Вот такая вот. Если вы хотите видеть еще такую подборочку на других зверей, то, пожалуйста, лайк и вообще другие обзоры на канцелярку. Очень много сейчас везде могу сделать уже со знанием дела. Я столько обзоров сделал. Можете набить в ютубе Сафрона в канцеляре и найти кучу видосов. И найдете их. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok